Котельная села Хомустах у Салданского района в аварийном состоянии. С 1988 года она обеспечивает теплом жителей. Но годами в котельной не проводили ремонт. С прошлого года оснащением станции занялось частное предприятие. Тему продолжат наши корреспонденты. Село Хомустах, один из участков у Салданского улуса, где проживает меньше 500 жителей, работает 5 социально важных объектов. Тепло обеспечивает котельной в аварийном состоянии, без ремонта, со старыми котлами, в результате чего все объекты не затапливались. Как говорят сами работники, в этих суровых условиях вопрос перезимовки с каждым годом становится все труднее. Котельная вошла в строй в 1988 году. И с тех пор стоит, работает. Котлы старые были, универсальные. Они очень хорошие были. У них срок больше, чем эти нынешние котлы, пошли с Алтайского края. Но работа у нас тяжелая, все вручную. Сейчас работаем, вон молодые работают. Думаю, условия у них, если лучше будет, дальше будут работать. Осенью прошлого года частные предприятия в лице общества с ограниченной ответственностью энергосберегающей технологии установили самодельные котлы, что обеспечило тепло в эту зиму. Договорились с частной компанией о энергосберегающей технологии. Поставили два новых котла в данной котельной. И объекты в этом году, они обеспечены теплом. И в случае подписания конституционного соглашения между лично-коммуниальным хозяйством и энергосберегающей технологией, эта частная компания будет строить новую котельную, будет проводить новую теплосеть современную, и будет подключать, помимо организаций, которые в Хамстахе находятся, подключать частные секторы. Население очень ждет этих компаний, потому что дрова уже близко закончились топ топить. Если центральное топление включат, старые люди, пожилые отдохнут. Теплооснабжение – это дать жизни нашим краям. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Уссалданский, УЛУС.